ТСВ вместе с Радио Интер-ФМ и компанией «Шериф» запустили конкурс ко Дню Здоровья. Целую неделю подписчики присылают нам видео, как они занимаются спортом. Чем веселее, тем лучше. Девиз конкурса «Делай это так, будто тебя никто не видит». И вот у нас есть видео бодрых бабушек на тренажерах, безумные трюки на турниках и первые в жизни хуки и апперкоты. Пока погруши. Ну и погода как раз стала понемногу походить на весеннюю. Самое время выходить на велодорожки и воркаутные площадки. Не для конкурса и призов даже, а для себя. Так, будто никто не видит. Весенний спорт в сюжете самого спортивного журналиста ТСВ Анеты Шаповаленко. А все бегут, 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 я бегу. Солнце, свежий воздух, а главное прочь лишнюю одежду. Весенний сезон открыли бегуны. Спортсмены и любители преодолели дистанции на 4, 6, 12 и 21 километр. Миша 14. В подобных гонках бегает уже несколько сезонов, но на 12 километров замахнулся впервые. Конечно, не без помощи мамы. Приехали, я говорю, мам, я что-то переехотела. Она говорит, нет, уже дороги назад нет. Мама меня мотивирует. Я бы сидел бы дома, бы лежал, бы отдыхал, а мама мне не дает. Мама Наталья говорит, бег мужчинам нужен для души, а женщинам для тела. Поэтому Юдиной семья счастливая и планы у них грандиозные. На марафон мы заявимся обязательно в следующий раз. 21 километр нас ждет впереди. Да, Миша? Кипит работа и у этих малышей. Улыбайтесь, будете звездами ютюба. Без традиционного кимоно узнать в них каратистов сложно. Это начинающая группа. Из-за ограничений юные спортсмены с татами перекочевали на асфальт. Бороться на улице нельзя. Физо тоже достаточно ограничено. Мы ищем альтернативы. То есть есть лапы, есть подушки. Все это у нас есть в наличии. Я выношу. В коробке ребята работают. Тренироваться под открытым небом малыши пока не привыкли. Отвлекают зеваки или наша камера. Приходится концентрироваться. Заниматься спортом так, будто от тебя никто не видит – девиз конкурса «Ко дню здоровья». Радио Интер-ФМ, ТСВ и компания «Шериф» запустила его неделю назад. Все это время со всего Приднестровья нам присылали спортивные ролики. Боремся с коронавирусом. Мы девчонки из простых. У Валентины Николаевны так начинается каждое утро. В свои 64 она не сидит на лавочке, а занимается спортом. Говорит, возраст – не повод скучать. А у меня самая, самая, самая красивая. Я утром выбираю такие песни, которые меня будоражат на целый день. Настрой необходим, чтобы потом продолжить тренировку. Пока соседские пенсионеры в поликлинику. Валентина Николаевна с подругой Еленой на спортплощадку. Приседания, пресс, ходьба. Ну как не поделиться с миром таким спортивным настроением? Вот это видео я сделала лично для себя. Но когда увидела ваше объявление, думаю, а пусть народ посмеется немножко. Решила его выставить. Ради удовольствия, да. Но если мне перепадет теннисная ракетка, маленький теннис, я буду рада. Покой им только снится. Это еще одно видео для спортивного конкурса. Современные бабушки успешно осваивают не только интернет, но и уличные тренажеры. К спорту приобщают и внуков. Давай, давай. О, сильнее толкай. О, теперь это сильнее толкай. Если с детства направлять спортивный азарт в нужное русло, то винт, трипл, егер и другие элементы воркаута можно выполнить без труда. Хотя эти парни говорят секрет в другом. Там не сильно нужно спортивное прошлое. Типа просто желание. Вот. И начинаю как-то тренировать сначала статику, потягивание, вот это все. И потом уже переходим на тренингар. Два брата-акробата. Саша и Руслан тоже участники конкурса. То, что они вытворяют на видео, лучше смотреть в замедленной съемке. Мы участвуем в конкурсе, чтобы о нас узнали, чтобы перетянули спорт. Больше мотивации, как бы и... Ну, могут панези понадобить. Турники и брусья притягивают не только юношей. Вот воркаут в розовой кофточке от Даши. Надо подобрать такой турник, чтобы не упасть головой. Это первый совет для начинающих. Потом немного разминки и можно укращать снаряд. Любимый элемент – стульчик. Рекорд – 17 раз. Некоторым удобно отталкиваться вот так, а мне вот так. Девочка занимается легкой атлетикой. Свободное время проводит на стадионе. Здесь и брусья, и турники, и матрасы для страховки. Мама к увлечению дочки почти привыкла. Переживала, да, бывает и кое-что, прямо все. Ну, это верю, да, как бы. Мы сами так выросли. Воркаут обретает все больше последователей. На этом видео целая гвардия турникменов. А здесь участница буквально парит в воздухе. Сила рук и никакого мошенничества. А это пятилетний Артем. За суровый взгляд его уже прозвали Рокки. В честь героя одноименного фильма. Груша и перчатки – подарок на день рождения. Тренирует Артема папа, а мама снимает видео для конкурса. Да, у меня мокрая спина. Папа, папа, папа говорит, передохни. Коронный удар еще не поставлен. Первые хуки, апперкоты впереди. Но такими темпами уже лет через 10 эту боксерскую грушу можно сорвать с петель. У маленького Артема есть большая цель. Я с папой смотрю Александра Усика. Он классный боксер. Я хочу быть как он. А на этом видео упорство еще одного малыша. Такой тренажер боксеры используют для отработки точности ударов. Это мы купили старшему просто. Ну, естественно, все, что делает старший, хочет младший. Он сам одел и начал драться. Мама схватила камеру и просто начала снимать. А вот за монтаж отвечает папа. Знаменитая композиция из культовой видеоигры Mortal Kombat точно не женщина выбирала. Папа как бы все время уже потом постфактум уже делает обработку, потому что мама наснимала материал и говорит, иди делай. Боксировать на камеру двухлетний Дима сегодня постеснялся. Зато малыша привлек другой предмет. Ты станешь артистом, Дима? Или спортсменом? Или, а, ведущим хочешь быть? Говори, я буду драться. Скажи всем привет. Я буду дальше мое. Привет. Зарядка, плавание, йога, гимнастика. С каждым днем участников конкурса на ТСВ становится все больше. Победители определят в День здоровья, 7 апреля. Время бить рекорды еще есть. Аня Таша Поваленко, Игорь Нежиренко. Отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова